Международные соревнования собрали на льду Байкала спортсменов из многих стран. КНДР провела испытания новых крылатых ракет. Турция защищает права бездомных животных. В Индийском океане проводятся исследования состояния фауны. Ливанская диаспора помогает людям, пострадавшим от взрыва в Бейруте. На озере Байкала в районе так называемого Малого моря прошла буерная недельная регата по ровной застывшей глади самого большого пресноводного водоема в мире. Есть пироги такие, снежные заносы, которые такие маленькие, это ерунда. Есть большие, но опасно. Я вчера в один влетел, так было не очень. Во всем мире запреты по этому поводу, многие, особенно европейцы, скандинавы, просто не смогли сюда приехать по карантинным показателям. Их просто не выпустили из страны. Буер – это легкая лодка, поставленная на металлические коньки. Она оснабжена мачтой и парусом, что позволяет ей развивать значительную скорость на ледяной поверхности. Опытные спортсмены отмечают прихотливые розы ветров на Байкале, что делает соревнования непростыми даже для профессионалов. Международные соревнования по буреному спорту проводятся на озере уже более 30 лет, с 1990 года. Главным призом является Кубок Байкала. КНДР произвела 21 марта тестовый пуск двух крылатых ракет малой дальности. Сообщение об этом было сделано Республикой Кореи. Официальный Сеул знал о готовящихся испытаниях на севере полуострова. Военные юга полуострова наблюдали за испытаниями в режиме реального времени. Это оружие не входит в запрещенную категорию, и поэтому никакой отрицательной реакции со стороны официальных международных властей не последовало. В то же время стало известно, что пуски были произведены с западного побережья КНДР. Наращивание вооружений, в том числе и стратегических, входит в общую программу, анонсированную лидером нации Ким Чен Ынам. Еще 9 января текущего года. Любопытно, что тогда, уже в начале 2021 года, лидер нации уведомил мир о разработке новой атомной подводной лодки. Согласно ряду международных источников, подводный флот КНДР входит в пятерку сильнейших в мире. Между тем, согласно главе Северного командования США генералу Глену Вану Херко, в ближайшее время Пхеньян может возобновить испытания межконтинентальных баллистических ракет. Генерал сделал это заявление на слушаниях Комитета Сената по делам вооруженных сил. В Турции был снят фильм о бродячих собаках. Его создатель, уроженка Гонконга Элизабет Ло, рассказала, что в детстве была очень привязана к своему псу и с трудом преодолела горе от потери собаки, когда та умерла от старости. По словам кинопродюсера, именно тогда она пришла к выводу, что мы не понимаем до конца всю глубину чувств, которые испытывают к нам наши братья меньшие, пусть они и не люди. Когда я прилетела в Стамбул, то помнится, была потрясена, насколько же хорошо там живут собаки. О них там действительно заботятся, и я даже увидела, что многие люди испытывают к ним дружеские чувства. Раньше я нигде не наблюдала таких удивительных отношений между человеком и представителями других биологических видов. Кинокартина «Бродячие псы» рассказывает нам о трех собаках, живущих на улицах города Набосфория, об их повседневной жизни, об их дружбе с людьми. В Турции запрещено усыпление бродячих животных. Около ста тысяч собак живут на улицах Стамбула постоянно. Неподалеку от берегов Индии, в одноименном океане, исследователи на борту судна «Арктик Санрайз» занимаются проверкой состояния морской среды и обитающих в колоссальной акватории животных. Настоящая миссия касается морских позвоночных и, прежде всего, китов, поголовье которых здесь весьма многочислено. Человек появляется в этих широтах нечасто, что и позволило животным размножиться вдали от опасных для них цивилизаций. Район Сая-де-Малья очень плохо изучен, поэтому у морских животных, обитающих в этой части Индийского океана, известно до обидного мало. Так что любая информация о расселении тех или иных видов для нас очень ценна. Мы ведем постоянное наблюдение за водной поверхностью 24 часа в сутки, день и ночь. Мы также безостановочно слушаем океан при помощи акустической аппаратуры. При помощи записи звука мы восполняем пробелы в наблюдении за морскими млекопитающими, ведь большая часть их жизни проходит под поверхностью воды. Я думаю, что здесь сейчас обитает от 12 до 15 китов. Может быть и немного больше, но они слишком далеко, чтобы мы их услышали. Все идет великолепно. Еще полгода назад я и представить себе не могла, что окажусь в этой части земного шара. За эти дни мы наблюдали китов разных видов. Сейчас мы подводим итоги нашему исследованию о мегафауне этой части мирового океана. Это очень здорово, потому что в будущем сюда смогут вернуться исследователи, уже вооруженные нашими результатами. Мы знаем, что сейчас в мировом океане повсеместно происходят изменения. А наше исследование касается как раз этого процесса и вопроса защиты животных от глобальных изменений. Исследование проводится в западной части акватории Индийского океана на площади в 2000 квадратных километров. В Ливане, пострадавшим от взрыва Бейрутия, люди не рассчитывают на помощь государства и пытаются самостоятельно зазвечить раны от прогремевшего около полугода назад взрыва в порту. Тогда были разрушены десятки домов. Многие были убиты и получили тяжкие вещи. Неправительственные организации окормляют выживших, помогают им с приобретением продуктов и пресной воды. Работы по расчистке завалов близятся к завершению, и жители начали возвращаться в оставленное еще летом прошлого года жилище. Со мной произошел несчастный случай, когда я занимался дайвингом. Он привел к серьезной дисфункции позвоночного столба. Но я решил, что это не помешает мне и далее заниматься тем, чем я занимался. У меня появилась некая миссия, и мне важно ее выполнить. Когда все произошло, то я повлагодарила Господа за то, что мы выжили, и что пострадало только имущество. Но потом, спустя какое-то время, я задала себе вопрос, как жить и что мне делать. Мои дети давно большие, у них свои семьи. Вы знаете, что сейчас из-за скачков доллара и так далее достаточно тяжело людям живется. Но вот поэтому я и не смогла от них ничего требовать. Многочисленные пожертвования поступили в адрес пострадавших из-за рубежа. Всего через неправительственную организацию на конец марта было распределено порядка 3 миллионов долларов, а также вещи и продуктовые посылки. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!